Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета проверил качество питания в школе-поселке совхоза имени Ленина. В Ленинском городском округе подвели итоги сентябрьского антинаркотического месячника. В 2020 году проведены профилактические осмотры уже в девяти школах. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. На мой взгляд, большой подвиг прожить в дружбе, в согласии, вырастить детей, внуков, правнуков. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа учащиеся младших классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. Глава муниципалитета Алексей Спасский посетил школу-поселка совхоза имени Ленина по обращению родителей учащихся, где проверил качество питания. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил школу-совхоза имени Ленина, где обучаются 925 детей. Цель его приезда – лично проверить завтраки в столовой образовательного учреждения. В понедельник в ходе приема жителей к нему обратилась мама учащегося Инна Жеманова. У нее были сомнения в качестве школьного питания. Кроме того, поступали обращения и от других родителей в социальных сетях. Обратились, потому что были жалобы от детей. Старшеклассники еще могут где-то что-то перехватить, чипсов, еще что-то. Но младшие классы, они же не могут. У них, во-первых, нет еще пока особо карманных денег. И где-то что-то забежать купить, ну, они еще не доросли до этого. А жалобы были непосредственно и от младших классов, и от старших классов. Поэтому, естественно, как родитель, все беспокоимся о здоровье своих детей. Алексей Спасский оценил эту неравнодушную позицию родителей, поэтому решил сам попробовать завтрак школьника. В меню – рисовая каша, бутерброд с сыром и молоко. Все вкусно, все свежее. И даже стакан молока, которого я, честно говоря, отвык и не пил, наверное, уже лет 15, я тоже оселил. Поговорили с детьми, они подтверждают, что каждый день аналогичные завтраки. То, что они все съедают. Я сегодня справился с порцией, хотя она не маленькая. Но, правда, не завтракал специально с утра для этого. В принципе, завтрак понравился. Он достаточно разнообразный. В сравнении того, что там не просто пустая каша, да, или не просто бутерброд. Вот. Единственное, это мое, как говорится, претензия. Она для меня лично. Для детей это нормально. Она очень сладкая. Стоит отметить, что во всех школах муниципалитета действует родительский контроль, когда мамы и папы могут дегустировать еду в школьной столовой. Качество питания проверяется ежедневно. У нас есть бракеражная комиссия. Мы снимаем пробы, ставим их на три дня, ставим в холодильник. Поэтому, как только, да, если появляются какие-то, да, жалобы, то всегда, в первую очередь, все это контролируем. Разбираемся в чем причина. Потому что у меня ребенок также учится в этой школе. И завтракает, и обедает, и полдничает. Ознакомиться с 10-дневным меню, разработанным в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, можно на информационных стендах в школе, а также на сайтах всех образовательных организаций. Там же размещена и полная информация о поставщиках продуктов. Я ела путевроз с кашей и молоко пила. Вкусно? У вас так каждый день кормят здесь? Ну а что больше нравится на завтрак? Каша. Всесторонний контроль питания в школах муниципалитета будет проводиться в течение всего учебного года. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Итоги сентябрьского антинаркотического месячника подвели в Ленинском городском округе. В историко-культурном центре прошло заседание антинаркотической комиссии, которую провел заместитель председателя Эдуард Арадушкин. Татьяна Брылова продолжит. Лекции, классные часы в школах, горячая линия наркологического диспансера, рейды полиции по ликвидации конопли и рок-фестиваль как кульминационная точка. Так прошел антинаркотический месячник в Ленинском городском округе. Итоги большой работы, а также результаты прошедших месяцев 2020 года подвели на заседание комиссии. За текущий период 2020 года в МВД России по Ленинскому городскому округу было зарегистрировано 89 преступлений данной направленности. Аналогичный период прошлого года – 82. Из них выявлено и возбуждено с лицом 63 преступления, а ППГ – 41. Это на 53% больше. Цифры впечатляют, и за ними стоит большая работа сотрудников правоохранительных органов. Известно, что Ленинский городской округ территориально расположен так, что через него проходит большой наркотрафик. В сводках у МВД периодически рассказывается о поимках преступников, занимающихся выращиванием и распространением наркотических средств. Но, к сожалению, работы меньше не становится. Некогда отдыхать и сотрудникам наркологического отделения психиатрической больницы номер 24. В тесном контакте они работают с управлением образования. В 2020 году проведены профилактические осмотры уже в девяти школах. Осмотрено на сегодняшний момент 962 обучающихся. Это от плана на 2020 год 53%. Наркотические вещества не были обнаружены. Но при этом Ольга Запольнова отметила, что положительная реакция на никотин курящих подростков обнаружена у 14% школьников. В планах завершить работу по профосмотрам. То есть еще порядка тысячи школьников пройдут тестирование. Большую роль в борьбе с наркотиками играет пропаганда. О том, какая работа проводится в средствах массовой информации, рассказали генеральный директор МАУК Винновской дирекции о киносети Олег Федоров и руководитель Развилка ТВ Иосиф Гринберг. От обоих поступили предложения по улучшению работы в данном направлении. В завершении мероприятия Винновскую дирекцию киносети и Станичное казачье общество отметили за большой вклад в важное для муниципалитета, а также и всей страны, дело – борьбы с наркотиками. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Ленинском городском округе успешно завершается реализация программы губернатора Московской области «Мой подъезд». Ремонт подъездов многоквартирных домов осуществлялся путем софинансирования регионального и муниципального бюджетов управляющих компаний и жителей. Пример такого взаимодействия – подъезды дома номер 9, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола, которым управляет компания «Радуга». Очень отрадно, что существует такая программа губернаторская, как «Мой подъезд». И в городе Видное, и во всем Ленинском городском округе эта программа работает. Уже не одна сотня подъездов были отремонтированы. Стоит отметить, что все работы были заранее согласованы с жителями и приняты советом дома. Поменены стеклоблоки на стеклопакеты. Потом лестницу тоже модернизировали. Сделали встраиванный пандус вместе с поручнем, чтобы было удобно ездить на инвалидных колясках, с детскими колясками. Теперь здесь покрашенные в светлый цвет стены, новая кафельная плитка, почтовые ящики, установлены внутренние бесшумные двери из стеклопластика. Жители остались довольны, а сейчас сохраняют помещение в ухоженном виде. В поселке совхоза имени Ленина состоялась встреча руководства группы компаний «Рота Агро» с местными жителями. «Рота Агро» является крупным держателем акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Речь на встрече шла о планах по развитию совхоза, о социальной поддержке граждан и работников ЗАО, о мерах, предпринимаемых руководителями «Рота Агро» для начала конструктивного диалога с другими акционерами, в частности с Павлом Грудининым. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Конференц-зал здания администрации с трудом вместил всех желающих. Здесь собрались местные жители, работники ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутаты. Приглашен был и Павел Грудинин, как руководитель ЗАО и главный оппонент руководства «Рота Агро». Но ни сегодня, ни до этого, ни на какой контакт он не идет. Мы месяц сбились, обязаны всем акционерам дать отчетную документацию. Мы ходили, куда только они обращались, и в контору, и по почте, и по интернету. И как только они просили, нам не дали ни одного документа. Об отношении Павла Грудинина к ситуации и готовности идти на диалог говорит и необходимость организаторов встречи поменять планы. Изначально общение с гражданами должно было состояться в более подходящем помещении. Мы планировали провести эту встречу в Доме культуры, но там то ли вчера, то ли сегодня с утра кто-то установил кодовые замки, теперь туда попасть невозможно. Сторонники Павла Грудинина постарались сделать так, чтобы группа компаний «Рота Агро» воспринималась не иначе, как захватчики совхоза имени Ленина. Такие встречи и призваны расставить все точки над «и» – увидеть, кто есть кто. Мы серьезный агропромышленный холдинг, который давно на рынке. Один из крупнейших предприятий сельскохозяйственных в Московской области. Сегодня группа компаний «Рота Агро» занимает 59-ю позицию в российском рейтинге сельхозпроизводителей и объединяет 8 предприятий, занимающихся животноводством, овцеводством, выращиванием овощей и производством сахара. А принципы социальной политики будут активно внедряться и в совхозе имени Ленина. Мы готовы на то, чтобы оказывать полное содействие с жителем совхоза имени Ленина, оказывать всяческую социальную поддержку, заниматься повышением заработной платы, заниматься прощением имеющихся долгов. Мы ведем достаточно активную работу среди жителей совхоза имени Ленина. Поступает информация, что буквально людей выселяют из имеющегося жилья. Поэтому мы серьезно настроены решить эту проблему. Как только мы получим доступ к имеющимся документам, разберемся детально во всей этой ситуации, есть у нас мысль о том, что мы планируем поврастить данные имеющиеся задолженности, которые возникли благодаря, как это ни странно, многолетнему труду в совхозе и при этом образованию долгов. На встрече прозвучали вопросы, касающиеся и жизни поселка совхоза имени Ленина. Ведь теперь Рота Агро также станет одним из градообразующих предприятий. Мы обратились с просьбой передать здание в муниципалитет, что дало бы стабильную надежду на то, что это было бы для жителей надеждой того, что Дом культуры никогда не поменяет свой профиль. Ответа, к сожалению, ни мы, ни глава не получили. Хотелось бы у вас поинтересоваться, как у главного акционера. Конечно, этот Дом культуры по-хорошему не только надо посмотреть, а надо было бы передать в муниципалитет. Тем более, правильно говорите, сегодня именно бюджет городского округа полностью финансирует все эти бесплатные кружки, все заработные платы, все оборудование, которое внутри, и ремонты, и сумасшедшую аренду. Состояние придомовых территорий также стало одной из тем для обсуждения. Мы видим неубранные дворы, мы видим неубранные территории. Куда обращаться? Управляющая компания отфутболивает ЗАО «Совхоз». ЗАО «Совхоз» мы понимаем, что на диалог пока не идет. На встрече присутствовали представители движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», которое объединяет активных граждан, общественников, депутатов муниципалитета. Его руководитель Артем Грудинин предложил закрепить договором все, сказанное на встрече. Мы бы хотели людям помогать в первую очередь. Нам очень важно наполнять те наказы, депутатские, либо просто просьбы наших граждан. Мы, конечно, готовы и помогать, и даже подписать соглашение. Генеральный директор РОНА Агро Ася Долянская зачитала содержание документа. Компания РОНА Агро наберет на себя обязательство оказывать всестороннюю помощь движению ЗАЗА в деятельности по защите прав и интересов работников ЗАО, членов их семей, а также жителей поселка совхоза имени Ленина всех возрастов. Поддерживать народные инициативы, направленные на решение наболевших проблем жителей поселка совхоза имени Ленина. Около трех часов продолжалась встреча. Представители руководства группы компаний РОНА Агро заверили жителей, что они всегда готовы к диалогу и надеются, что их примеру наконец последует и руководство ЗАО совхоз имени Ленина. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50, 55 и 65 лет. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Они прожили вместе более полувека и смогли создать и сохранить самое ценное, что есть в этом мире – семью. 16 пар, отметивших в этом году золотую, изумрудную, бриллиантовую и железную годовщины свадьбы, вновь, как и много лет назад, пришли в регистрационный зал ЗАГС под звуки марша Мендельсона. Чествовать юбиляров семейной жизни в Ленинском городском округе давно уже стало доброй традицией. На мой взгляд, большой подвиг прожить в дружбе, в согласии, вырастить детей, внуков, правнуков и всей своей жизнью показывать пример молодым, как надо жить, трудиться и работать. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, счастья вам, вашим близким, деткам, внукам. Всего вам хорошего и всего вам доброго. Спасибо вам большое, что вы у вас есть. Валентина Григорьевна и Юрий Васильевич Марюнины утверждают, они вместе не 50 лет, а целых 73 года. Мы родились в одной деревне, одна кушерка нас принимала. Он родился на месяц раньше, но поскольку у его мамы не хватало немного молока, моя мама его подкармливала. Когда им исполнилось по 20 лет, они поженились и больше уже не расставались. Секрет семейного счастья поведал глава семейства. Никогда не нужно ни ругаться, ни скандалить, ничего. Вот тогда и можно еще жить, 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 еще жить. Зоя Серафимовна и Алексей Кузьмич Козявин тоже уверены, секрет семейного счастья во взаимопонимании. Понимать друг друга надо, в первую очередь. Вот захотела сапоги купить, посмотрели, да, износились, надо. Поглядел у меня ботинки, нет, давай подождем, еще два, потом купим. Мы совершенно разные люди, но у нас были общие интересы. Вырастить сына, мы очень любим путешествовать, мы много путешествовали. Вот так складывается и уступать. Не надо, вот я не хочу посуду мыть и все. Не хочешь, давай я помою. Вот так надо жить. На мероприятии было сказано много теплых слов в адрес юбиляров. Поздравления чередовались с музыкальными номерами. Все юбиляры семейной жизни получили поздравительные адреса, памятные подарки и цветы, а также расписались в юбилейной памятной книге. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова